Авиатренажер 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 Ну и в честь праздничного открытия мы решили задать пару вопросов пресс-секретарю авиакомпании «Россия». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам сам праздник? Вот праздник не с точки зрения праздничного события, а с точки зрения открытия чего-то нового, чего здесь еще не было. Да, действительно, здесь в городе Екатеринбурге нет такого тренажера и не было до сих пор. И никто не мог из пассажиров представить даже, как кабина пилотов выглядит. Почему? Потому что кабина пилотов – это самая закрытая зона в самолете. А вы сами пробовали управлять? Да, я пробовал. Это очень интересно, увлекательно. И это доказывает безопасность авиаперевозок в целом. Потому что самолет не при каких обстоятельствах. Пусть мы добавим грозы, бокового ветра сильного, шторм. Мы можем лететь-лететь. И ничего не произойдет. Потому что самолет, в принципе, он выровняется. А благодаря слаженной работе экипажа видно, что с ним просто ничего не может произойти. Если кто-то боялся летать до этого, он может сесть в самолет и увидеть, что «О, а это же классно! Это же спокойствие!» и довериться полностью машине, которая тебя перенесет из точки А в точку Б. Спасибо большое авиакомпании «Россия» и вам тоже. А скажите, пожалуйста, какие эмоции люди испытывают, выходя из кабины? Конечно, это кардинальная разница. То, что мы видим. Сначала человек стоит перед нами. Он очень скептичен. Он не понимает, что его будет ожидать. После самые взрослые, самые строгие мужчины превращаются в детей. У них восторжены большие глаза. Они бегут, они скажут «Я! Я там делал такое! Я! Я садил, сам взлетал!» Выбирают ли место посадки пассажиры, ну, пилоты? Конечно. В нашем финале имеются все аэропорты, действующие сейчас мира. Можно даже сымитировать отказ двигателей, можно сымитировать падение, можно сымитировать турбулентность, воздушные ямы, пожар в салоне. Можно смоделировать для себя ту ситуацию, которую вы хотите испытать. Какие самые популярные аэропорты? Наши посетители часто летают в Дубай, как ни странно, в Сочи, в Петербург, ну и над Екатеринбургом, над нашими окрестностями летают. Один наш гость, он даже над городом, пролетая Екатеринбургом, нашел свой дом. Настолько все реалистично, да. Ну и давайте спросим, какие же ощущения, какие впечатления остались от полета? Взлетали откуда? Я не взлетала, я была с подругой, я сажала самолет. Это было очень ответственное мероприятие. Было, на самом деле, очень страшно, как будто настоящий пилот. Даже так трясет, как в самолете настоящем. Поэтому я бы реально каждому посоветовала хоть раз сходить, потому что это очень круто. А сложно быть пилотом? Вот как вы считаете? Там столько всяких кнопочек, мне кажется, головой задело, а там уже 50 штук не так повернуло. Вы куда летали сейчас? Я в Дубай. У меня Тиват, да, Бог. Тиват? А, Черногория. А чем вы думали во время полета? Как бы не разбиться. А какие ощущения испытывали? Ну, кроме тревожности, страха, было ли какое-нибудь восхищение или опаска, а может быть желание выпрыгнуть из самолета поскорее? На самом деле, всего понемножку, потому что достаточно, все реалистично. Все еще под впечатлением. Все еще под впечатлением. Еще раз полетите? Полетим. Куда в следующий раз полетим? В океану. Друзья, у нас только что летали стюардессы, и мы сейчас хотим задать пару вопросов. Скажите, пожалуйста, вот представьте ситуацию. Вот вы летите на самолете, и вдруг первому пилоту стало плохо, второму пилоту стало плохо. Что вы будете делать теперь в такой ситуации? Ну, придется сажать, что еще делать. А вы сможете это сделать? Ну, если мне кто-нибудь будет помогать, то, конечно, да. То есть сейчас вы вполне себе комфортно смогли и качественно посадить Боинг? Я думаю, что нет, но я буду учиться. А вы сможете его поднять теперь? Ну да. Мне кажется, воздух поднять проще, чем при земле. Скажите, пожалуйста, интересно учить неопытных людей летать на самолете? Да, это интересно. Насколько это действительно стопроцентная копия самолета? По размерам, по функционалу, да, действительно, на 100% соответствует. Какие часто задаваемые вопросы, может быть, или какие-то чаще всего эмоции проявляют пассажиры, точнее, пилоты самолета? Ну, эмоции чаще всего какие-то восторженные. Вопросы, тройка лидирующих вопросов, можно ли разбиться, будут ли кормить и пойдет ли с нами стюардесс? То есть к авиации не имеет отношения по-большому.